Уважаемые коллеги, всего из 23 членов Совета, утвержденного приказом председателя ВАГ Российской Федерации, у нас присутствует 16 членов Совета. Количественный корм обеспечен по специальности сердечно-сосудистой хирургии. Гриф 14.01.26 присутствует, 6 членов Совета. Качественный корм также обеспечен. Разрешите заседание объявить открыто. На повестке дня у нас защита диссертации Климчука Игоря Ярославовича на тему «Результаты и особенности выполнения анолопластики метрального клапана по хирургическому лечению фибрилляции предсердий». На соискании ученой степени кандидата в медицинских наук по специальности сердечно-сосудистой хирургии. Гриф 14.01.26. Слово предоставляется ученому секретарю. Климчук Игорь Ярославович, 1985 года рождения, окончил Ставропольскую медицинскую академию. Далее клиническую ординатуру в Ставропольской медицинской академии по специальности хирургии и клиническую ординатуру в нашем центре по специальности сердечно-сосудистой хирургии. С 2011 по 2014 проходил обучение в аспирантуре. С 2014 является сотрудником отделения хирургических лечений интерактивной патологии, где и выполнена диссертация. Опробирована 28 декабря 2016 года под председателем профессора Ким. Официальный инцидент выступали Мироненко и Филатов. Всего опубликовано 19 новостных работ, из них 5 статей. Все в определенных высшей институционной комиссии ренцизируемых журналах. Экзамены все сданы. Председатель документа материала определенных экспертиз в соответствии с положением ВАГ. Есть вопросы по справке? Нет? Игорь Ярославович, вам предоставляется 20 минут для изложения основных положений вашей работы. Глубоко уважаемый председатель, члены диссовета, коллеги, вашему вниманию предоставляются результаты и особенности выполнения анолопластики метрального клапана при хирургическом лечении фибрилляции предсердия. В последнее время структура заболеваемости метрального клапана сильно видоизменилась, и доля ревматических поражений метрального клапана отходит на второй план. На первый план выступают такие болезни, как мезинхемальная дисплазия, барлоу и кардиопатия при ишемистской болезни сердца и фибрилляции предсердия. Соответственно, в данных случаях метральный клапан имеет нормальную структуру, не имеет такой органической патологии, но формируется его недостаточность, которую мы именуем функциональной недостаточностью. Согласно его анатомии, этот термин необходимо применять к нарушению функции клапана вследствие заболевания либо предсердия, либо желудочка. В данном случае мы обращаем внимание на предсердия. Актуальность такова этой проблемы, что большинство пациентов, пришедшие в стационар с нарушениями ритма, впервые обратившись в стационар, имеют эту умеренную метральную недостаточность, которая второй степени и более, около 30%. Если человек болеет фибрилляцией предсердия свыше одного года, то почти 94% этих пациентов, которые имеют наблюдение в стационаре, имеют эту метральную недостаточность. Если менее года, то она практически незначима. Если обратить внимание на публикационную активность последних пяти лет, что и зарубежную, и нашу, пациенты направлены на хирургическое лечение фибрилляцией предсердия методом аблации, с пароксизмальными формами имеют 30% тяжелой недостаточностью, с длительно персистирующими ее больше. Но через 12 месяцев после восстановления ритма у 30% с синусовым ритмом все еще сохраняется та самая недостаточность. И вопрос состоит в том, что необходимо ли учитывать ее в применении методов хирургического лечения фибрилляцией предсердий. Соответственно, одним из предикторов возврата рецидива фибрилляцией предсердий может служить такая метральная недостаточность у больных с пароксизмальными формами подвергнутой аблации. Если говорить о кардиопатии фибрилляцией предсердий, то глобально все происходит на уровне левых отделов сердца, левого предсердия и левого желудочка. Локально анатомический метральный клапан связан как с левым предсердием, так и с левым желудочком. И фиброзное кольцо имеет незамкнутый вид, начиная от митрально-ортального контакта, заканчивая задней стенкой левого предсердия. В этом месте соединенные тканные волокна переплетаются с жировыми, и эта часть подвержена патологическому восстановлению. Поэтому часть клапана сберегающих операций направлена на стабилизацию задней полуокружности фиброзного кольца. Соответственно, предпосылками к нашему изучению было объединить методы, направленные на устранение фибрилляции предсердия и ликвидацию этой самой метральной недостаточности. Исторически хирургия фибрилляции предсердия начитывает более 25 лет. Были различные методики, предложенные для хирургии метрального клапана и хирургии фибрилляции предсердия. Некоторые основные изложены здесь, и мы обязаны, так сказать, некоторым хирургам, которые внесли свой вклад в развитие данных методик. В 1982 году Леонид Томич Бакерия изолировал левое предсердие у больного с метральной недостаточностью. Жерард Геродон в 1985 году предложил коридор, соответственно, мы же используем его доступы к метральному клапану, и Джеймс Какс предложил методики, в дальнейшем которые модифицированы уже операцией лабиринт. Цель нашего исследования – это определить тактику лечения умеренной метральной недостаточности при хирургии фибрилляции предсердий. С помощью этой цели поставлены следующие задачи – это изучение морфометрии метрального клапана при ФП до и после операции, определить показания коррекции данной умеренной метральной недостаточности при хирургии фибрилляции предсердий, определить оптимальную технику недостаточности и оценить результаты непосредственно среднеотдалённой. Сформированы положения, выносимые на защиту. При использовании сочетания устранения фибрилляции предсердий и шовной анолопластики метрального клапана достигаются хорошие непосредственные среднеотдалённые результаты. Метод шовной анолопластики не приводит к нарушению гемодинамики метрального клапана. Нет необходимости в имплантации опорного кольца метральную позицию в случае отсутствия резкой дилатации фиброзного кольца и патологии створочного аппарата и отсутствия народного тела может позволить избежать клапана имплантационно-зависимых проблем после операции. Дизайн исследования составил... Больные с 2010 по 2015 год проходили лечение в одном отделении в руках одного хирурга из 125 пациентов, выбранных для исследования. Мы включали пациентов без первичной патологии метрального клапана, без патологии коронарных артерий, и сформированы две группы, соответственно, коррекции, устранения метральной недостаточности или группа без коррекции. В группу коррекции включены с пластика метрального клапана как шовный, так и с опорным кольцом. И в группу без коррекции это изолированные процедуры, без пластик-клапанных 23 было, это изолированные операции лабиринт, и в 20 случаях выполнены пластика трикоспидального клапана. Клиническая характеристика пациентов. Большинство пациентов это мужчины 70%, 72% соответствовало третьему функциональному классу по нейросклассификации кардиологов. Персистирующие формы составили более 85%, 15% это пароксизмальная форма. Учитывая анамнез фибрилляции предсердия, это 80 месяцев среди медиана, исходная слабость синусового узла была порядка 27%. До этого больные переносили рочистотные аблации, это 19%, и в 5 случаях у пациентов была транзиторная ишемическая атака в анамнезе. Если говорить о кардиографических показателях, то свыше 60% это больные с умеренной недостаточностью, и с выраженной это небольшое количество больных, но в основном это умеренная вторая и чуть более степень недостаточность. Расширенные фиброзные кольца, и в 66% мы имеем тяжелую трикоспидальную недостаточность. Пациенты анамнистически, гендерно, и по данным эхокардиографии не различались. Также количественные показатели и качественные, которые оценивают тяжесть метральной недостаточности в группах были идентичны, не имели достоверного различия. Объем левого предсердия тоже был одинаковым. В среднем он составил 129 мл, от 112 до 156, и от 100 до 153 в группе без коррекции. К стандартным методам исследования до операции, помимо рентгена измерения кардиотеракального индекса, коронарографии, обычной транстеракальной эхокардиографии и больной компьютерной томографии, мы использовали 2- и 3-мерную эхокардиографию при среднеспищеводном доступе. Эта станция обрабатывалась с участием ультразвукового диагноста автоматически, что исключает погрешность. Здесь на слайде представлена характеристика данной метральной недостаточности. У больных здесь с помощью доплера она верифицирована. Здесь мы видим перешейк регургитации и та самая умеренная метральная недостаточность. При построении трехмерной модели мы отмечаем уплощение кольца и всегда отсутствие кооптации, оптимальная кооптация передней и задней створки, что при этом возникает недостаточность. Зачастую мы ее видим в зоне P2-P3. Предпосылками к хирургическому лечению то есть было как раз таки оценить, сможем мы повлиять на эту метральную недостаточность в отдаленном периоде, в среднеотдаленном периоде. И вот для Антона Чембакерия была разработана методика, которая имеет патент. Вот предпосылками было снижение риска травматизма предсердий, наличие регургитации на отревентрикулярных клапанах. Характеристика методики – это совокупность хирургической техники устранения фибрилляции предсердия, разрез шов и холодовой аблации, выполнение анолопластических клапанов, берегающих безимплантационных методик. Нет необходимости использовать большого количества разрез шов для достижения трансмуральности. И данную методику также можно выполнять у больных при повторных вмешательствах, потому что нет необходимости заведения криозонда за заднюю поверхность сердца. Операция выполняется из срединной эстернотомии с помощью фармакохолодовой кардиоплегии на остановленном сердце. Двупресердный расширенный доступ. Сначала выполняется криоаблация в правых отделах, изоляция каватрикоспидального перешейка, изоляция мушка и верхние полые вены без изоляции пограничного гребня. Далее осуществляется доступ через купол левого предсердия овальную ямку к левому предсердию, причем достигается оптимальный обзор метрального клапана, его структуры и возможность манипуляции в левом предсердии для установки зонда. Первым выполняется воздействие в области параллельно к корональному синусу, пересекая его. Далее изолируются по очереди правые и левые легочные вены, линии замыкаются к области разреза межпредсердной перегородки. Немаловажная является изоляция периметра иного перешейка, которая дублируется двумя линиями. Это первая линия, четвертая, самая труднодоступная зона для аблации. Далее выполняется пластика трикоспидального клапана, это модифицированная методика, тоже выполняется Леонтоновичем, практически циркулярная, здесь для того, чтобы не задеть АВ-узел. Компетентность пластики выполняется с помощью холодного физиологического раствора при пережатой легочной артерии. При сопоставлении данных метрального клапана интероперационных и данных их кардиографии мы всегда видим аннулоэктазию, частично в некоторых случаях мы видим подтянутую заднюю створку и выполняется шовная аннулопластика, циркулярная, начало ее от фиброзных треугольников лево-право, заканчивая в области задней медиальной комиссури для удобства завязывания хирургом. Там расположены прокладки из гортекса для предотвращения прорезывания шва. Схематически она изображена здесь. Мы используем, согласно индексу массы тела, бужи диаметром 26-28 мм для коррекции. Вот на буже выполняется пластика 28 мм, суживается фиброзное кольцо. Наши коллеги из Перми называют такую рестриктивную пластика. Далее гидродинамическая проба с помощью кардиоплегийского раствора. Мы видим полную компетенцию клапана, это пищеводное эхо. После операции видим тоже отсутствие недостаточности. Далее выполняется окклюзия ушка. Мы выполняем с помощью лавсановой лигатуры. Перейдя к результатам, госпитальная летальность 1,6%, это два пациента. Эти два пациента относятся к группе коррекции метральной недостаточности. Один из них с пластикой шовной, второй пациент после протезирования опорного кольца. В первом случае причиной летального исхода послужила неврологическая симптоматика после операции. Во втором случае больной имел практически тотальную метральную недостаточность и сердечную недостаточность в послеоперационном периоде привела к полиорганной недостаточности, что в дальнейшем последовал летальный исход. Выживаемость у этой группы больных 96%, чистые кардиостимуляторы у больных по поводу брадиокардии 10%. По группам практически они отличались в зависимости от небольшого количества летальности. Период наблюдения в среднем 12 месяцев от 9 до 14, с максимумом до 21. Мы видим динамику восстановления синусового ритма и динамику уменьшения левого предсердия у этих больных. Если говорить о сравнительной характеристике групп, то длительность пособия практически не имела достоверных отличий, также мы не видим достоверных отличий в длительности искусственной вентиляции легких и тонической поддержки, однако мы видим увеличение в сторону длительности инотропной поддержки и длительности искусственной вентиляции легких у больных в группе без коррекции метральной недостаточности. Также после операции отмечено снижение фракции выброса в группе коррекции метральной недостаточности, что также может служить гемодинамическим эффектом коррекции и стабилизации клапана. Здесь мы видим показатели, характеризующие тяжесть метральной недостаточности в группе коррекции. Это эффективная площадь отверстий, фракция регергитации, перешейк регергитации. Значимо изменились, что также подтверждает изменение метральной недостаточности. В группе без коррекции метральной недостаточности эти показатели не изменились. И самое интересное, что в большинстве случаев эта метральная недостаточность никуда не ушла. Мы видим небольшое изменение фиброзного кольца в размерах, но статистически оно не отличалось. То есть обратного ремоделирования при восстановлении ритма не произошло. И самое интересное, что в группе без коррекции метральной недостаточности у 14% отмечено усиление недостаточности, а в 30% эта недостаточность не изменилась. Если изучать восстановление синусового ритма, то достоверно в группе коррекции метральной недостаточности частота восстановления синусового ритма была выше. Если говорить о эффективности согласно формам фибрилляции предсердия, то здесь мы получили следующие результаты. У больных с персистирующими формами мы видим результаты восстановления синусового ритма выше, чем у больных с пароксизмальными или длительно персистирующими формами. Скорее всего, это можно объяснить тем, что при пароксизмальных формах не сформированы до конца круги реэнтрии. Возможно рассматривать данную аритмию как пресердную тахикардию. Тем более, этих пациентов было 15%. Возможно, длительность наблюдения и количество больных могло бы как-то повлиять на это. Если говорить о фиброзном кольце, то мы не видим редилотации кольца у больных с выполненной шонной анолопластикой. Мы видим здесь два размера – передний и задний размер изменения и межкомиссуральный размер. Для того, чтобы пластика была эффективна, необходимо достигнуть изменения хотя бы переднего и заднего размера. И говоря о угле кооптации или непланарном угле, он тоже изменился, он уменьшился. Соответственно, более плотное кооптирование створок. Если говорить о глубине и длине кооптации, то в данном случае мы видим, что глубина кооптации практически не изменилась, а длина кооптации увеличилась. Здесь представлены эхо-данные чеспищеводные у больных. Вот здесь мы видим 34 фиброзное кольцо. Самое интересное, что мы видим подвижности как передней, так и задней створки у данной категории больных. Здесь представлены трёхмерные аккардиографии у больных с выполненной шонной анолопластикой. Здесь мы видим прокладки из гортекса, комитентный клапан, полное прилегание и работа задней створки. Здесь пришито опорное кольцо, работает только передняя створка. Также мы изучили влияние левого предсердия у больных на особенности метрального клапана. И выявили закономерности, что у больных с фибрилляциями предсердия происходит изменение углов кооптации, снижается высота фиброзного кольца и снижены систолические и диастолические скорости движения фиброзных колец. Также отмечается изменение фракции сократимости фиброзных колец, так как у больных с синусовым ритмом фиброзное кольцо изменяется порядка 15-20%, изменяется и на 5% у больных с фибрилляцией предсердий. И наша методика подтвердила нашу гипотезу о том, что необходимо это делать, так как метральная недостаточность никуда не денется, если не коррегировать ее. Поэтому выводы и практические рекомендации, позвольте не зачитывать, подробно изложены в автореферате. Какие вопросы возникли у членов ученого совета? Доктор медицинских наук, профессор Муратов Ринат Муратович. Вы, которые не проводили метральные недостаточности, вы их наблюдаете, у них успешно восстановлены риски. А каково клиническое состояние питания? Насколько вот эта отстаточная рекомендация, по вашему мнению, влияет на их жизнь, когда они рассматриваются кандидатами на подпорную операцию? Такие вещи, как степень динозного застроя, среднего левевых, необходимый Q-ray, терапия? Или они не нуждаются? Такая степень динозного застроя? Спасибо, Ринат Муратович. Значит, по поводу этих больных. Значит, эти больные наблюдаются нами с 2010 года, мы выполняем эту методику. Значит, больше половины этих больных, они находятся на диуретиках и на антиаритмиках. И около 65% этих больных, у них регулярный ритм, но при этом фиброзные кольца, недостаточность у них сохраняется. И они получают терапию. Значит, одного пациента мы реоперировали, то есть он реоперировался не в нашем отделении, он в отделении центра нашего реоперировался, в котором выполнялась коррекция, устранялся нарушение ритма, но эта методическая недостаточность не трогалась. Через два года этот больной пришел с метральной недостаточностью больше третьей степени, ему поставили уже опорное кольцо. Поэтому, то есть этих больных мы наблюдаем, и как бы забегая вперед, предупреждаем, возможно, этих ответов. То есть ведется работа по поводу поиска, рецидива, возврата фибрилляции предсердия и метральной недостаточностью. Можно сказать, что диаметр фиброзных колец как трикоспидального клапана, так и метрального клапана, они являются предикторами срыва больных в послеоперационном периоде. Еще вопросы, пожалуйста, может быть, у присутствующих. Пожалуйста, доктор Фадеев. Вы назвали тренирование к опорному кольцу, которое подошло в Вашей категории больных, сибрилляцией предсердия. Как можно... Сыно же Вы думали об этом, наверное, когда делали работу с жорной амопластикой. Какие-то... Возникли у Вас идеи? Спасибо за вопрос. Основная наша идея, она состоит в подвижности, в физиологической подвижности фиброзного кольца, которая теряется у больных с нарушениями ритма или больных, которым мы имплантируем жесткие опорные кольца. Не секрет уже, что есть большинство разновидностей фиброзных опорных колец, например, там мема 3D есть, которая имеет свойство сгибаться или, допустим, неполное кольцо, либо протезировать только заднюю часть фиброзного кольца. Но, учитывая седловидную форму метрального клапана, на эту тему защищена, в нашем центре защищена и кандидатская докторская. Такое есть с Азоником, Максим Александрович, где изучены характеристики и силы, действующие на метральный клапан. Поэтому эта форма, оптимальная седловидная кольца, она, наверное, природа не зря придумана у млекопитающих для снижения нагрузки. Поэтому, если бы мы проектировали опорное кольцо, наверное, оно было бы изогнутым в мешкомиссуральном размере. Есть еще вопросы? Спасибо, присаживайтесь. Слово предоставляется научному руководителю, доктору медицинских наук, профессору Академии Куран и Брама Леонтоновичу Бакири. Глубоко уважаемый Владимир Петрович, глубоко уважаемые члены ученого совета, Игорь Ириславович является нашим воспитанником. Он после института сразу пришел к нам в центр. И он очень точный, очень скрупулезный, очень воспитанный человек. Он очень много времени проводит в оперблоке. Характеризую его самой лучшей стороны. Он прекрасно сам рисует. Вот эти рисунки, которые вы видели, это выполнены им самостоятельно. Я бы хотел, поэтому я прошу учесть все это в отношении, когда вы будете выносить решение, это очень ценный сотрудник для нашего центра, и мы возлагаем на него большие надежды. Я бы хотел только дать некоторые пояснения в части диссертации вот этой работы, чтобы диссертант, конечно, не мог это все там говорить в течение, тем более, в течение 20 минут. Значит, эта операция первоначально была названа а-ля КАКС-Мейс-Просиджи. Значит, исходили мы из того, что операция эта основана на механизмах, на которых была основана операция лабиринт. И это очень важно, потому что, если мы хотим добиться результатов, позитивных результатов лечения тахиаритмии, то мы должны знать механизм этой аритмии. Так вот, почему операция лабиринт, которая названа американским именем Мейс, она получилась такой позитивной, потому что доктор Олесий, он жив-здоров, из Нидерландов, он предложил механизм макро-реэнтерий для фибрилляции предсердия. И мы стоим на той позиции, что вот этот механизм имеет место быть, хотя мы знаем, что есть вот эти пароксизмальные формы фибрилляции предсердия, которые происходят из устьев легочных вен. Значит, это первая позиция, почему мы, так скажем, ну, Диме как сказал, что это не его операция, там ничего близкого нет, и тогда мы ее назвали лабиринт-3Б. Второй вопрос, который имеет ключевое значение, значит, мы знаем, что Джим Кахс предложил операцию отрезания и пришивания. Мы пошли, вначале наша идея состояла и состоит в том, чтобы эту операцию мог делать человек, который владеет искусственным кровообращением. И первые, так скажем, первые операции, которые делались, они делались с использованием радиочастотного воздействия. Через определенное время мы убедились в том, что радиочастотное воздействие само по себе может быть причиной рецидива фибрилляции предсердий. И поэтому мы перешли на холодовое воздействие, которое хорошо контролируется и прослеживается его, так что называется, полное проникающее влияние. Мы забыли рецидив трепетания предсердий, который часто встречался вот в этих случаях. Возможно, целый ряд обстоятельств, которые здесь упоминались в диссертации, связаны именно с этими рецидивами, на которых автор не заострял внимания. Поэтому я бы хотел сказать таким образом, что сегодня докладывается работа, которая завершена в том объеме, который был поручен диссертанту. На самом деле, работа в этом отношении продолжается, там есть целый ряд новшеств, которые, естественно, будут продолжать изменяться. И я абсолютно убежден в том, что Игорь Ярославович, когда он будет выступать с докторской диссертацией, вы увидите уже другие его рисунки, более другого качества. Я прошу поддержать эту работу. Большое спасибо. Спасибо, Леонид Антонович. Слово предоставляется ученому секторю для оглашения письменных отзывов, поступивших в наш ученый совет на диссертацию и автореферат. Работа выполнена в нашем центре. Имеется заключение нашего центра, как организация, в котором выполнена работа. Подчеркивается актуальность, поскольку выбор лечения фибрилляции предсердия и недостаточность атеровертикулярных клапанов зависит от тяжести симптомов сопутствующих заболеваний и данных обследования. До настоящее время в нашей стране не описана коррекция метральной недостаточности при хирургическом лечении фибрилляции предсердия, что и определяет актуальность. Настоящая работа анализирует морфологию умеренной метральной недостаточности метрального клапана в условиях фибрилляции предсердий. Результаты шофтной аналопластики метрального клапана при хирургическом лечении фибрилляции предсердий, что позволит решить многие вопросы в показаниях коррекции недостаточности от атеровертикулярных клапанов. Диссертация входит в рамки целевой комплексной темы хирургические методы совершенствования операции при фибрилляции предсердий, разрабатываем в нашем центре. Также тема диссертации утверждена на заседании ученого совета. В подзыве отмечаются наиболее существенные результаты. При анализе результатов работы выявлено, что основными механизмами недостаточности метрального клапана при фибрилляции предсердий являются следующие морфометрические изменения аналодилитация, снижение индекса уровня высоты фиброзного кольца, увеличение неплоскостного угла. С учетом механизма, приводящегося к метральной недостаточности, основным способом коррекции является шовная аналопластика. В раннем и среднеотдаленном периоде не отмечена региургодация на метральном клапане после выполнения шовной аналопластики. И одномоментная хирургическая коррекция умеренной метральной недостаточности фибрилляции предсердий достоверно увеличивает количество пациентов с синусовым предсердным ритмом в сравнении с группой беспластики метрального клапана. Отмечается обоснованность научных положений, поскольку представлен нак проверки первичной документации, подтверждающей, что фактически материалы, приведена диссертация полностью соответствует протоколам исследований с записями в историях болезни и операционных журналах. Также, естественно, и научная новизна охарактеризована. На основании полученных результатов разработан подход к диагностике и лечению пациентов с метральной недостаточности на фоне фибрилляции предсердий. Определены показания к шоуной канула пластики метрального клапана при хирургическом лечении фибрилляции предсердия. Отмечается конкретное личное участие автора. Он принимал непосредственное участие в операционном процессе, является ассистентом большинства выполненных операций. Также его участие заключается в изучении документации данных анамнеза и результатов обследования, включенных в исследование пациентов до и после хирургического лечения. Основные положения практических рекомендаций уже внедрены в клиническую практику нашего центра. 13 работ опубликованы, в том числе 3 статьи в центральной печати. И заключается, что диссертация является новость квалификационной работой, в которой содержится новое решение актуальной научной задачи, имеющее большое значение для сердца и сосудов с хирургией, подход к диагностике и лечению пациентов с метральной недостаточности на фоне фибрилляции предсердий и определение показаний к шоуной анолопластиками в центральную клапану при хирургическом лечении фибрилляции предсердия. Заключение было принято на объединенной конференции всех отделений, в которых принимало участие в лечении этих больных. Присутствует 38 человек, все за. Апробация выполнена под председателем профессора Акима. В качестве ведущего учреждения выступал Российский научно-центр хирургии имени Академика Петровского, который и дал отзыв о научно-практической ценности диссертации Отзыв был обсужден и одобрен на научной конференции отделения хирургического лечения заболевания миокарда и сердечной недостаточности этого центра и подписан научным руководителем отделения кардиохирургического номер 2 отделения хирургического лечения заболевания миокарда и сердечной недостаточности доктором медицинским локом профессором Тимошкевичем. Отзыв также положительный, без замечаний. Положительно оценивается актуальность, поскольку, несмотря на работу, посвященную изучению разных аспектов ремоделирования левопритердия, на фоне фибрилляции притердий возникновения витральной недостаточности, на данный момент нет единого подхода к хирургическому лечению альтмогенной региокитации на витральном клапане. Новизна заключается в том, что впервые представлены сравнительные результаты оперативного лечения фибрилляции притердий в сочетании с коррекцией клапанной патологии и без таковой. Оценены среднесрочные результаты лечения с использованием данной методики в лечении пациентов с хирургической фибрилляцией притердий и вторичной альтмогенной витральной недостаточностью. Разработанная методика коррекции не приводит к увеличению времени оперативного пособия, а также риска послеоперационных осложнений. Использование метрошовно-анолопластики в метральном клапане позволяет стабилизировать размер, уменьшить риск реодилитации в непосредственно среднеотдаленном послеоперационном периоде. И заключает, что диссертация полностью соответствует специально сердечно-сосудистой хирургии и является научно-коллекционной работой, в которой содержится новое решение актуальной научной задачи, имеющее значение для современной сердечно-сосудистой хирургии в элементах хирургического лечения ритмогенной витральной недостаточности, при длительной существовании фибрилляции притердий, одновременно с методикой хирургического лечения фибрилляции притердий. Диссертация отвечает всем требованиям ВАГ. Автор заслужит при осуждении ученого степени кандидата Митиснов по сердечно-сосудистой хирургии. Поступили еще два отзыва на автореферат. Один очень подробно и положительно характеризующий автореферат от доктора Митиснов, профессора член-корреспондента Ран Шумакова, руководителя отдела хирургии сердца и сосудов Моники имени Владимирского. Положительно оценивает актуальность, новизну, значимость для практики. Отзыв также дал Баяндин, заведующий 5-м хирургическим отделением городской клиники Молитин 15 имени Филатова, доктор медицинских наук. Отзыв также положительный, также диссертация положительного решения по защите. Ну, замещений нет, мы можем перейти к обсуждению. Разрешите предоставить слово официальному оппоненту, доктору медицинских наук, профессору Академии Курану, Хуболова Геннадий Григорьевич. Глубокожар Леонидович, Глубокожар Владимир Петрович, член ученого совета. Сегодня такая необычная эта диссертация. Вы знаете, два военных хирурга оппонентами выступают, я и вот мой друг профессор Лещук Александр Николаевич. Мы вместе выросли в военно-медицинской академии. Наверное, Леон Антонович, это что-то и значит. Изучая эту диссертацию, я вдруг осознал, что в кардиохирургии уже больше 30 лет, а этот стаж, наверное, сопоставил с возрастом нашего диссертанта сегодняшнего. И за прошедшие годы могу сказать, что, конечно, изменились и болезни, которые мы лечим, и изменились подходы, которые мы применяем к этим больным. Если где-то больше 30 лет назад это были пациенты с метральными стенозами, чаще с ревматизмом и с мерцательной аритмией, мы думали, как спасти пациента, и не думали, что делать с этой мерцательной аритмией, то прошло время, и пациенты с метральными стенозами практически исчезли из нашего поля зрения, стали пациенты с метральными стенозами, тканодисплазией. И здесь у таких пациентов уже применяются более другие, более физиологические подходы, чтобы исправить им метральными стенозами, понимать патофизиологическую суть этого процесса, а тем более аритмии, которые у них возникают, и определить эту грань, где аритмия влияет на метральными стенозами, где метральными стенозами на аритмию достаточно трудно. Поэтому эта работа, которая представлена сегодня Игорем Вячеславовичем, конечно же, выполнена на очень актуальную тему. Научная новизна не вызывает никаких сомнений, даже одна методика, которая анализируется, предложена ли Антон, чем уже этого было бы достаточно, чтобы сказать, что эта диссертация достаточно новая для лечения этих больных, ну и использование трехмерной кардиографии и вот такой глубокий патофизиологический анализ этих пациентов при помощи современных методик. Достаточное количество обследованных больных свидетельствует о высокой степени научной новизны. И достоверности исследования 125 больных, обследована хорошая статистическая обработка материала. Практическая значимость работы тоже очень высокая. Я уже Леонид Антоновичу сказал, что изучив эту работу, я лично использовал методику в одной из операций. Мне очень понравился, Леонид Антонович, и я в протоколе так написал пластикометрального клапана по бакерии. Я думаю, что надо это уже писать везде, это хорошая операция, мне она очень понравилась. Работа изложена в классическом стиле на 138 страницах текста, 6 глав, обсуждения, выводы, практические рекомендации. Прекрасно иллюстрировано, вот Леонид Антонович сказал, что сам диссертант рисует, это очень замечательно и хорошо. В целом, хорошая работа. Позвольте очень подробно на главах не останавливаться. Коротко скажу, что глава первая, это обзор литературы, освещает современные состояния вопроса по лечению метральной недостаточности и, соответственно, и фибрилляции предсердия. Вторая глава, она подделена на 4 подраздела и описывает клиническую характеристику метода обследования больных. Основной упор в этой главе сделан на описание использованных в данной работе метод обследования на операционном и раннем послеоперационном периоде. Все больные разделены на две однородные группы в зависимости от метода хирургической коррекции. Ну и так далее, описаны методики кардиографического обследования и отражены методы статистической обработки материала. Третья глава, она, в общем, такая достаточно объемная, из пяти частей состоит. И подробно описывается хирургическая анатомия метрального и трикоспидального клапана и, так сказать, особенности коррекции, особенности методики коррекции метральной недостаточно, учитывая патофизиологические составляющие. Четвертая глава состоит из двух частей. Она посвящена хирургической методике, разработанной в центре, и также методикам по лечению фибрилляции предсердия. Пятая глава посвящена результатам устранения недостаточности метрального клапана про хирургическое лечение фибрилляции предсердия. В этой главе проведены особенности госпитального этапа, непосредственные и среднеотдаленные результаты операции. Представлены основные показатели гемодинамики до и после вмешательства. Имеется подраздел оценка морфометрических параметров метрального клапана про хирургическое лечение фибрилляции предсердия и клиническое обследование пациентов. Он посвящен результатам хирургической коррекции порока в среднеотдаленные сроки. Шестая глава. Должен сказать, что для кандидатской диссертации очень много глав, но тем не менее все вроде бы логично. Отражает обсуждение результатов исследования, комплексный подход к проблеме хирургии метрального клапана фибрилляции при церкви течении послеоперационного периода и эффективности использованных методик. Завершают диссертацию шесть выводов, четыре практических рекомендации. Они изложены четко, лаконично. Замечания в целом к диссертации у меня нет. Автор реферат отражает основные положения диссертации. Все приводимые диссертации результаты достаточно полно отражены в печати, 19 публикаций, из них 5 статей в Аковских журналах. Ну и тем не менее для дискуссии у меня возникли несколько вопросов к Игорю Вячеславовичу. Первый вопрос. Вы описываете методику операции из тернатомии через двухпредсердный доступ, что достаточно травматично. Большой доступ. Возможно ли выполнение подобных операций в мини-инвазивном варианте, например, из правосторонней мини-торакотомии, скажем. Все ведь доступно в этой, так сказать, зоне. Можно и аблацию сделать прекрасную, но и травма будет меньше. Это первый вопрос. Второй. Каковы перспективы выполнять таких операций в условиях гибридных операционных, скажем. Часть выполненная пластикометрального клапана, а может быть вторую часть выполнения эндоваскулярным методом. Это просто для дискуссии. И частично ли Антонович ответил на этот вопрос, но тем не менее, я хотел бы услышать от вас, в чем преимущество криоабляции перед радиочастотным воздействием. И как вы смотрите на совместное применение этих методик. В заключении хотел бы сказать, что диссертация Климчука Игоря Ярославовича на тему «Результаты и особенности выполнения анолопластики метрального клапана при хирургическом лечении фибрилляции предсердия» представлена в связи с кемчугом степени кандидата медицинской наук. Является законченной научно-квалификационной работой, в которой на основании проведенных исследований решена важная научная задача изучения механизма развития аритмогенной недостаточности метрального клапана и хирургического лечения данного состояния в сочетании с устранением фибрилляции предсердия по оригинальной методике, имеющей существенное значение для дальнейшего развития сердечно-сосудистой хирургии. Диссертация соответствует всем требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а Игорь Ярославович, несомненно, заслуживает присвоения искомой степени. Благодарю за внимание. Спасибо, Геннадий Григорьевич. Игорь Ярославович, вам слово для ответа официальному оппоненту. Большое спасибо, Геннадий Григорьевич, за изучение диссертационного исследования, дела. Сразу перейду к ответу на вопросы. По поводу мини-инвазивных методик и правосторонней боковой таракотомии такая работа ведется у нас в отделении. Мы возлагаем надежды на использование такой методики у данной группы больных, но подход к выбору данной методики у пациентов должен быть тщательно изучен, поэтому эта работа состоит сейчас и в эксперименте, и проводится оперативное лечение. Пока этих операций, к сожалению, немного, но в дальнейшем будет разрабатываться. Есть хирург у нас в отделении, который участвует в разработке этих исследований. Одна из особенностей таких операций – это выполнить окклюзию аорты. Для этого необходим дополнительный разрез, доступ в третьем межреберии, который, возможно, может модифицировать. Потому что доступ через правую таракотомию хорошо открывает правые отделы сердца, а через перегородку также можно добраться к левым отделам. Мы будем работать над тем, чтобы получить результаты и огласить их. Касаемо второго вопроса, это насчет гибридной операционной. Большинство публикаций, которые говорят о такой аритмогенной метральной недостаточности, они объединяют методы. Но большинство методов, направленных на них, на коррекцию данного состояния, оно включает как раз-таки ПВА, это изоляцию легочных вен и анолопластику метрального клапана. В нашем же случае мы используем более развернутую процедуру. И больные, которые мы выполняем, я сразу попытаюсь на два вопроса ответить. Это по поводу касаемо радиочастотной аблации и касаемо гибридного подхода. Когда мы использовали радиочастотную аблацию, зачастую в раннем послеоперационном периоде нам не обходилось выполнять интервенционное пособие, что и отражалось на результаты. Как уже сказал Илья Антонович, используя криоаблацию в правых отделах, мы исключили трепетание предсердий, которое было раньше. И как раз-таки раньше мы после операции имели возможность делать аблации в этих больных, устраняя типичное трепетание. То есть сейчас мы практически этого не делаем, поменяв методику, используя крио в обоих предсердиях. Опять же, обращаясь к нашим коллегам из Перми, они выполняют процедуры только на левом предсердии, они не используют аблации в правых отделах и говорят о хороших результатах. Поэтому как раз-таки, наверное, перспектива гибридного метода, она имеет место быть в следующем периоде, когда возможно будет выполнять пластику метрального клапана более мини-инвазивно. Как мы сейчас знаем, есть метралклип, используя больных, она соответствует методике, как алфейри делает, также передняя и задняя створка в среднем сегменте встречается. Поэтому определенные больные, которые не могут перенести операцию на остановленное сердце, то есть это имеет место быть. И я думаю, мы будем работать над этим вопросом. Спасибо. Так, слово предоставляется официальному оппоненту, доктору медицинских наук, профессору Лещаку Александру Николаевичу. Уважаемый Лея Антонович, Владимир Петрович, Зинара Швакатовна, члены научного совета и коллеги. В основном Геннадий Григорьевич остановился на всех особенностях этой работы. Когда Игорь пришел к нам в госпиталь, мы занимаемся этой проблемой и достаточно в год, где-то около 55 операций в год делаем сочетание аналопластики метрального клапана и хирургической аблации. Работа мне очень понравилась, потому что подобных работ еще нет, это, в принципе, новая работа, которая показывает наше отношение в современных условиях. То есть хирург сегодня не просто тот, который протезирует липластику, метрального клапана делает, он знает еще всю физиологию и занимается другим видом вмешательства. Жизнь показывает, что и болезни наши тоже развиваются, они не стоят на месте. Поэтому вот сочетание этих методик и самих болезней, они и определяют новизну данной работы. Хочется отметить, что все главы и положения написаны очень грамотно. Есть один недостаток. Эта пластика метрального клапана называется шовной. А вопрос единственный, какой шовной пластики. Наверное, у нее есть название. Хочется, чтобы она соответствовала тому автору, который придумал эту пластику. Если можно, то, может быть, в будущем, или если эта работа получит развитие, то чтобы автор звучал. Потому что это очень интересная пластика и очень удобно клапан чинить таким образом. Мне казалось, что работа сама по современным условиям, она заслуживает большей степени кандидатской. Это уже даже, возможно, доработать, это была бы хорошая докторская диссертация. По всему остальному я хочу сказать, что представленный фактический материал, он является новым и не вызывает сомнений своей достоверности, что позволяет рассматривать диссертацию как выполненную квалифицированную работу. Автор реферат тоже отражает основные положения диссертационного материала. И я хочу сказать заключение, что диссертация Игоря Яславовича выполнена под научным руководством доктора медицинских наук, профессора, академика Бакери Лео Антоновича, является законченной научно-квалифицированной работой, в которой решена важная научная задача. Это изучение механизмов развития аритмогенной недостаточно метрального клапана и хирургической коррекции данного состояния. Ну а сама диссертация Климчука Игоря Яславовича соответствует требованиям положения присуждения ученых степеней, а автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата в медицинских наук по специальности сердечно-сосудистой хирургии. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Николаевич. Игорь Ярославович, вам слово для ответа официальному оппоненту. Александр Николаевич, спасибо за подробное изучение моей диссертации, такой оценки. Касаемо пластики, то мы называем ее шовную новопластику. На тот момент, когда была написана работа, и когда уже нельзя было изменять ничего, мы оставили это название. Но даже придя к нам на цикл, ординаторы называют тоже эту шовную пластику по автору, по Леониду Антоновичу Вайкерия. Даже предоставляют свои уже рисунки. Особенностью этой шовной пластики является то, что она выполняется нитью из полипропилена. Сейчас мы используем три ноля. И эта нить достаточно пластична для того, чтобы манипулировать в левом предсердии по фиброзному кольцу. Мы не используем тканые либо другие нитки с целью их дальнейшей деградации или травмирования кольца метрального клапана. А по поводу названия, то я думаю, мы будем называть это согласно… Патент есть на данную операцию, и я думаю, отдельно мы займемся именно этой шовной новопластикой с названием ее. Удовлетворенно я ответом, да, Сергей Николаевич? Присаживайтесь. Кто хочет обменяться мнением по поводу данной работы среди членов ученого совета? Доктор медицинской наук, профессор Муратов Ринат Муратович. Я бы поддержал Геннадия Григорьевича в отношении того, что спектр болезней сердца и клапанного аппарата, он постоянно меняется. И, конечно, мы раньше не видели таких аритмогенных, аритмогенной недостаточности метрального клапана в такой степени выраженности. То есть, если раньше говорили, ну, аритмия, да, там, второй степени метральная недостаточность. Но вот та работа, которая сегодня представлена, она значительно заслуга автора и руководителя, естественно, показать значимость клиническую самой по себе аритмогенной метральной недостаточности. И вот я специально задал этот вопрос, и на одном из докладов диссертанта сегодняшнего на съезде я спросил о статистике, происходит ли какая-то динамика метральной недостаточности после электрофизиологических процедур катетерных. И оказалось, что по данным литературы, я думаю, что и по данным нашего института, достаточно большой процент, несмотря на восстановление синусового ритма или какого-то эквивалента, но правильного, все-таки метральная недостаточность остается, и она клинически значима. Таким образом, необходимость, целесообразность вмешательства комбинированного по устранению фибрилляции предсердий с таким процентом эффективности, ведь лет пять назад все-таки не говорили о таком высоком проценте операций лабиринтов. Это было 70% в самых авторитетных центрах. Сегодняшняя методика, которая представлена сегодня, анализ среднеотдаленных результатов непосредственных, он в значительной степени настраивает клиницистов на выполнение открытой операции с такой высокой эффективностью. И поэтому я считаю, что чрезвычайно важное исследование, оно тем более уже столько работ опубликовано, должно продолжаться, и я думаю, что в значительной степени оно настроит кардиологов в большей степени в сторону хирургических вмешательств у таких больных. И второй вопрос. Вообще отношение к умеренной так называемой недостаточности, метрального, трикоспидального, любого клапана. Что понятие умеренного, это весьма, так сказать, расплывчатое понятие, и оно нуждается зачастую в хирургическом вмешательстве без всяких колебаний, поскольку никакой перспективы улучшить состояние выживаемости этих больных нет. Так что я призываю всех высоко оценить эту представленную диссертацию и голосовать за работу. Спасибо, Ринат Муратович. Кто еще хочет обменяться мнением по поводу данной работы? Доктор медицинских наук Мироненко Владимир Александрович. Уважаемый Владимир Петрович, член диссертационного совета. Я хотел бы отметить еще один аспект этой работы, потому что она, мне кажется, затрагивает очень тонкие механизмы воздействия нарушения, предсердных нарушений ритма сердца на функцию метрального клапана. Здесь применены трехмерные реконструкции клапана с высокой объективностью построений и за счет оборудования, которое применялось, с минимальной субъективностью, вносимой врачом-оператором. За счет этого интересные очень модели, которые получились, они впервые, пожалуй, показывают влияние сохраненного ритма на функцию метрального клапана, потому что до этого всегда и в большинстве случаев это функция левого желудочка, метральный клапан, это то, что и сейчас очень актуально и интересно. Но вот воздействие именно предсердного вклада в формировании функции и эти тонкие механизмы, которые реализуются как раз на регургитации, там первая, вторая степень, то, что мы всегда считали относительно и, возможно, не обращали на нее внимания, опять же, в силу того, что очень сложно объективизировать эти процессы и воздействовать на них. И вот здесь, мне кажется, просто затронута и, может быть, открыта та грань воздействия на вот эти тонкие механизмы и взаимодействия с нарушениями ритма, потому что нарушение ритма влечет за собой вроде бы небольшую недостаточность, а небольшая недостаточность влечет за собой впоследствии ухудшения результата по нарушениям ритма. И тот способ, который здесь реализован в виде анолопластики, позволяет минимальным воздействием устранить регургитацию, тем самым, по крайней мере, выключить один из механизмов возврата аритмии. Мне кажется, это очень интересно в этой работе, очень интересны те подходы, которые реализовались в оценке функций клапана. И само по себе это будет, мне кажется, иметь еще дальнейшие большие перспективы в их изучении и реализации. Так хотел работу поддержать. Спасибо. Владимир Александрович. Если еще желающие, тогда вам предоставляется заключительное слово. Хотелось выразить признательность людям, которые откликнулись на данную диссертацию. Прежде всего, хотелось поблагодарить моего научного руководителя Андрея Антоновича Бакерия. Когда я к нему пришел по поводу, так сказать, научной работы, он говорит, давай изучать метральный клапан и фибрилляцию предсердия. И только спустя, наверное, 5 или 6 лет я понял, наверное, посыл. Поэтому хочу выразить еще раз благодарность этому человеку, как учителю и как кардиохирургу, которого мы имеем возможность учиться и получать опыт. Также хотелось поблагодарить Ольгу Леонидовну Бакерия за тот тонус, который был получен, но и также в изучении этой темы. Потому что с ее легких рук было, так сказать, обращено внимание на данную недостаточность после съезда, и это была лишь какая-то глава в руководстве, где были представлены доклады. И я даже не думал, что это впоследствии вырастет в такую диссертационную работу. Также хотелось поблагодарить членов диссертационного совета за отзывчивость, за помощь в оформлении и, так сказать, подсказки, правильно, как быть в той или иной ситуации. Также хотелось выразить признательность всем хирургам, без исключения отделения, в котором я работаю. Соответственно, это и помогает, наверное, развиваться и учиться. Также поблагодарить отдельно Мироненко Марину Юрьевну хотелось бы, что благодаря ей, наверное, я обязан в изучении тех параметров, которые мы видим у больных с фибрилляцией предсердий и тех чрезпищеводных исследований и тех длительных исследований больных, которые мы исследовали в ежедневной клинической практике, когда приезжали больные, обследовать, и надо было делать им чрезпищеводное эхо в тот момент, когда большой поток больных в отделении идет за помощь в изучении, так сказать, вообще ультразвуковой диагностики ментрального клапана. Также друзьям, коллегам, родным и моей матери Людмиле Владимировне. Вопрос передается на тайное голосование. Нам необходимо избрать счетную комиссию. Комиссию предлагаются следующие доктора медицинских наук, профессора Кима Алексея Ивановича, Сокольская Надежда Олеговна и Ключникова Ивана Вячеславовича. Кто за то, чтобы выбрать данную счетную комиссию, прошу голосовать. Кто против, воздержался, принято не на глаз, а прошу комиссию приступить к работе. А у нас будут еще потом текущие дела. Да, конечно. Спасибо. 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 Так, присаживайтесь, пожалуйста. Пока идет на работ� счетная комиссия, нам необходимо с текущими делами разобраться. Пожалуйста, Динара Шавхадовна. В диссертационный совет представлена диссертация Гапонова Дмитрия Прохоровича на тему эволюции хирургических методов лечения в ритм грудной аорты на соискальной степени кандидата медицинского по специальности рельсо-сосудистой хирургии. Она выполнена в нашем центре и в Астраханском кардиохирургическом центре. А пробиран 20 декабря 2017 года на объединенной конференции всех отделений, которые больные, которых проходили лечение. Официальные рециденты выступали Шамсиев и Папеташвили. 9 научных работ, из них 4 статьи ведущих рецидентных журналах. Определенных факторов. Экзамены все заданы отлично. В качестве официальных оппонентов рекомендуется Чарчан Эдуард Рафаэлович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением хирургии аорта и ее ветвей, РНЦХ имени Петровского. Кавтеладзе Заза Александрович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии городской клинической больницы номер 71 имени Жаткевича. И в качестве ведущей организации рекомендуется федерально-государственное бюджетное учреждение национально-медицинский следственный центр кардиологии. Нет других предложений. Тогда кто за то, что принять эту диссертацию? Кто против, значит, принимается. Груздев Кирилл Алексеевич из Национального медицинского следственного центра кардиологии, у них там закрылся совет, представил диссертацию на тему выбор методики анестезии при трансконтретерно-протезированной артального клапана по специальной анестезиологии и рематологии. Выполнен под руководством профессора Лепилина Михаила Григорьевича, опроверген 28 декабря 2017 года под председательством член-корреспондента Рам Кухарчука. Официальные рецензенты выступали Певзнер и Широков, кандидаты медицинских наук, шесть научных работ, из них пять статей ведущих рецензируемых журналов, экзамены все сданы на отлично. В качестве официальных оппонентов рекомендуется Кричевский Лев Анатольевич, доктор медицинских наук, заведующий отделением анестезиологии и реанимации номер 2, из городской клинической больницы имени Юдина, Козлов Игорь Александрович, доктор медицинских наук, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии из Московского областного научно-исследовательского клинического института Владимирского и в качестве ведущей организации рекомендуется Российский научно-центр хирургии вне Академика Петровского. Кто за то, что принять данную работу в защите, прошу голосовать. Кто против, воздержался, значит, принять единогласное. Все? Все. Все. Пожалуйста, слово предоставляется председателю счетной комиссии доктора медицинских наук, профессору Ключникову Ивана Вячеславовича. Глубоко уважаемые коллеги, разрешите доложить результаты голосования, тайного голосования по защите диссертации Климчука Игоря Ярославовича на соискании ученой степени кандидат медицинских наук по специальности сердечно-сосудистой хирургии 14.01.26. Из 23 членов Совета присутствовали на заседание 19 членов Совета, в том числе докторов по профилю рассматривания диссертации сердечно-сосудистой хирургии, 8 членов Совета. Роздано 19 бюллетеней, осталось нероздано 4, в уровне оказалось 19 бюллетеней. За 19, против и недействительных бюллетеней нет. Кто за то, чтобы утвердить протокол счетной комиссии, прошу голосовать. Кто против, воздержался. Принято единогласно. Нам необходимо также зачитать проект заключения и утвердить проект заключения по диссертации. Пожалуйста, Динар Шев. Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного соискательного исследования впервые представлены сравнительные результаты нового метода оперативного лечения фибрилляции предсердия в сочетании с коррекцией умеренной метральной недостаточности. Оцененные среднесрочные результаты лечения определена перспективность использования данной методики в лечении пациентов с хронической фибрилляцией предсердия вторичной артмогенной метральной недостаточностью. Теоретическое значимое исследование обосновано тем, что содержится новое решение актуальной научной задачи, выбор метода хирургического лечения артмогенной метральной недостаточности при длительной существующей фибрилляции предсердия одномоментно с хирургическим лечением фибрилляции предсердия. Значение получится искать в результатах исследований и для практик подтверждается тем, что разработанная методика коррекции умеренной метральной недостаточности при хирургическом лечении фибрилляции претерзий не приводит к увеличению времени оперативного пособия, а также риска послеоперационных осложнений. Использование методов шовного анолопластика метрального клапана отличает возможность стабилизации фиброзного кольца и отсутствия резиделитации в непосредственно среднеотдаленном послеоперационном периоде, способствует сохранению седловидной формы, функциональной активности его створок. Применение шовной анолопластики метрального клапана в сочетании с хирургическим лечением фибрилляции претерзий достоверно увеличивает количество пациентов с синусовым предсердным ритмом по сравнению с группой без применения методики шовного пластика метрального клапана. Личный вклад состоит в анализе данных метровой литературы, участие в операционном процессе в качестве ассистента большинства операций, вошедших в исследование, в элистрировании материалов диссертации и рисунков, клинических данных и статистическом анализе написания статей. Таким образом, на заседании 27 апреля 2018 года диссертационный совет принял решение присудить Климчуку ученую степень кандидата медицинских налогов. Тоже, чтобы утвердить данный проект заключения, прошу голосовать. Кто против, воздержался принято и ненагласно. Игорь Ярославович, я поздравляю вас с успешной защитой диссертации, желаю дальнейших творческих успехов и веселых майских праздников.